Блин, а у меня же Дэнька ободрал, представляете инструкцию? Вау! Вау! Вот смотрите, какие у нас получились ноготочки. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй. И сегодня у нас будет, как и давно я обещала, я хочу протестировать вам из фикс прайса вот такую пудру для дизайна ногтей. Но перед тем, как начать, я бы хотела вас познакомить с прекрасной девушкой Радмилой. Это молодой блогер. Знаете, что самое важное? И почему именно в этом видео я хочу вас с ней познакомить? Потому что она тоже любит снимать фикс прайс. На ее канале вы тоже увидите косметические, уходовые видео. Также она является мамой маленького сыночка, как и я. Я думаю, что у нас много общего, и ее канал вам тоже будет интересно посмотреть. Поэтому проходите по ссылочке под видео, обязательно подписывайтесь на ее канал и поддержите начинающего блогера лайками. Я взяла несколько цветов лаков. Так как у меня, в принципе, гель-лак, мы будем делать это сверху, чтобы посмотреть вообще, как эта пудра работает на лаках. Да? Вообще здесь написано использовать лак. Мне делают тоже пудру. Вот, как видите, у меня на одном пальчике пудра. Она бывает разная. И ее делают мне на гель, когда он уже засох под лампой. И ее прям втирают, эту пудру. Поэтому я не знаю, как с лаком. Лак-то надо долго ждать, чтобы он высох. А когда он уже высох, он уже, наверное, и не липкий. Не знаю. В общем, будем экспериментировать. У меня три вот таких цвета. Я хочу сделать пудру на три цвета, то есть три пальца. И посмотреть, что же будет. А вообще, сейчас я попробую вообще эту пудру нанести на просто сверху моего гель-лака. Что будет? В общем, я запаслась лаками, запаслась одной ваточкой. Мне кажется, одной будет мало, блин. Сейчас буду все в этом лаке. Ну ничего, буду маму просить, мне на помощь идти. Денька у меня уже все здесь разорвал. Я не помню, есть ли там разные цвета. Но я взяла, короче, первый попавшийся, потому что мне не принципиально какой цвет. Пользоваться особенно ей не собираюсь. Поэтому я любовь взяла. У меня какой-то золотистый. Золотистый, с зеленцой какой-то здесь. И здесь кисточка есть. Когда я говорила, что я буду снимать обзор на вот такую вот пудру, мне пришло очень много разных советов. Кто-то хотел скорее посмотреть, как же это будет выглядеть. А кто-то давал советы и говорил, что ой, я думала, не получится. А в итоге получилось. Только кисточка кому-то не понадобилась пальцем. В общем, я буду делать... Я попробую кисточкой и пальцем. Но у меня есть пример, так как мне делала мой мастер. Очень красиво, кстати, выглядит. Очень красиво. Итак, давайте сначала попробуем открыть. Гресточки. Так красиво. Вообще такая мелкая-мелкая россыпь. Невероятная. Светится, смотрите. Перерывается. И сейчас я возьму именно лопаточкой вот этой. Вроде бы набирается. И просто нанесу на наш пальчик большой. Вот так вот. Наверное, ничего такого особенного не будет. Ложится он такими... В общем, неравномерно. Вот этой вот палочкой. Какими-то кусками. Если втирать вот так, то, в принципе, ничего не остается. Короче, так это не работает. Нужно обязательно лаком. Он, наверное, поверхность должна быть немного липкая. Ну, нам надо было попробовать. Мы же экспериментируем. Поэтому сейчас мы возьмем с вами три лака. Один прозрачный. Ой, один такой вот натуральный цвет. Под натуральную пластину. Мы им накрасим один ноготочек. Так. Сверху прямо в один слой. Мне кажется, достаточно будет. Кстати, вы заметили, что я опять не прочитала инструкцию? Ну, это же я. Я никогда не читаю инструкции. Что за человек-то? Что за человек-то, Селена? В самом деле. Теперь мы возьмем розовый. Кстати, вот этот лак очень быстро сохнет и дольше всех держится из тех, которые я знаю. Когда я красила ногти лаками. Так. Второй пальчик мы накрасим розовым мат. Написано вот такой вот. Он у меня новенький. Я, по-моему, даже еще не красила. Вот так тоже. Он такой. Первый слой полу такой прозрачный. Чтобы он был именно... Ой, он же еще сейчас замотивеет. Но нам, в принципе, замотивеет. Видали, какое слово я придумала? Да, он сразу становится матовым. Буквально через считанные секунды. Вот он глянцевый и сейчас станет матовым. И... На следующий, давайте на большой, наверное, на большой. Я сделаю красный лак. Так, этот не закрыла, этот не взболтала. Видео получится, я думаю, коротенько у нас. Что тут экспериментировать особо? Все ясно. Ну, вот, насколько я помню по инструкции, я ее просто читала до этого бегленько так. По-моему, там написано, что нужно нанести лак и подождать, пока он высохнет. Так, вот, красный я делаю на большой палец. Слушай, красный какой красивый вообще, с любовью такой. Одного слоя вообще достаточно. Перекрыл все равно. И так плотненько ложится. Сейчас покажу, что это за фирма. Риммель. Это где-то мне в коробочке красоты, наверное, было. Вот такой вот. 34 здесь номер написано. Красиво. Итак, ну, смотрите, розовый, например, он уже все. Давайте пальчиком возьму. Вот я набрала нашу пудру на палец. И прям ватру. Мне кажется, все будет в блесках. Сейчас он у меня здесь. Так. Так. Ну, втерлась она сюда как-то не очень, я вам скажу. Как-то полосками. Некрасиво. Покажу потом, попозже. Так. А ну-ка, ну-ка, пока оно высыхает. Блин, у меня же Денька ободрал. Представляете, инструкцию. Но я помню, что нужно чуть-чуть подождать, пока подсохнет. Вот, кстати, чуть-чуть подсохло. Давайте теперь на матовый сделаем. Фу, не на матовый. Чуть-чуть подсохло. Давайте теперь на вот этот вот натуральный такой цвет сделаем. Сверху. Мне моя мастер втирала вот так пальцем. В принципе, уже высох. Я говорю, быстро сохнет. Вот здесь уже видно. Вот, с глянцевым нужно работать. О, вот уже видно. Классно. Вау! 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 Вот это класс! Единственное, что цвет золотой, поэтому на нашем натуральном будет оно золотой. Но очень важно, какая база. Слушайте, как красиво. Мне нравится. Я покажу на свету потом. Но мне нравится уже. Очень красиво. Теперь нам нужно подождать, пока засохнет наш красный. Он уже нормально подсох. Тоже мы давайте попробуем. Как на красненьком у нас. На красном прям... Ну, сейчас я вотру сначала. Короче, он золотой в любом случае. Ну, оттенки отличаются. На темном, например, мы сделали. Или на светлом. Да, ничего не съезжает. Очень даже хорошо. Прям золотистый такой. Я думаю, что разница будет очевидна, если мы будем накладывать на белый или на черный. На черный, я думаю, будет очень красиво смотреться. Но у меня черного лака некогда, по-моему. Все, втерли. Сейчас покажу вам на свет, что же получилось. Вот, смотрите, какие у нас получились ноготочки. Значит, первый... Вот этот розовый, это у нас матовый. И он мне не очень понравился. Взялся как-то пятнами. В общем, на матовых лучше не экспериментировать. Вот этот у нас... Это у нас на бежевенький лег. Тоже очень красиво. Мне кажется. Прям вообще, как будто это такой лак. Какой-то он даже не золотистый. Какой-то такой интересный, молочный. Я не знаю. Красивый. А вот что получилось на красном у нас. Ну, как-то так. Так себе, знаете. Так себе. Сейчас я подотру все эти блестки. И мы посмотрим в натуре, как оно. В общем, вот я подтерла. И мне очень нравится, как выглядит все это на нежном, натуральном цвете. На розовом не очень мне нравится. А вот этот очень классный. Ну, а красный тоже мне не нравится. В общем, вот этот красивый. Очень красивый. Ну, и в принципе, получается, что можно ничем не покрывать. Он сам по себе, самодостаточный. И вот никак не стирается. Втерли мы ее в лак, получается. Классная штучка. Не ожидала. Ну, и что могу сказать в целом. Пудра мне нравится. Она работает. Лучше всего ее втирать пальчиком, а не этой кисточкой для теней. Вот. Все работает. И можно экспериментировать с разными цветами. То есть, с белым, с красным. Вот у меня здесь втирка на вот этом вот моем ногте, на гель. Здесь втирка на белый. Вот я думаю, что белый тоже будет очень красиво. Ну, я думаю, что я достаточно показала, да, на разных цветах, вот, какие они получаются. И, в принципе, можно делать свои выводы. На белом, на черном будет очень красиво. На черном будет как раз-таки вот такой вот золотой, как нарисован на картинке. Все, видео коротенькое, такое быстренькое. Вообще редкое видео, да, короткое, потому что у меня все время длинные видео. Значит, следующее, я уже, есть что экспериментировать. У меня целая очередь этих видосов разных стоит. Так что, если вы захотите, чтобы я еще что-то поэкспериментировала в фикс-прайсе и показала, посмотрела на себе, то пишите мне в мой инстаграм. Инстаграм будет здесь. И если мне будет что-то интересное, я обязательно это поэкспериментирую. Пудру такую никогда на нее не обращала внимания, но теперь думаю, что она стоит того, и она должна быть. Она, кстати, мне еще пригодится для одного эксперимента, который я собираюсь сделать своими руками. Думаю, вам будет тоже это очень любопытно. В общем, впереди много интересного. Понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не выписать новиночки. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok